Острые респираторные инфекции и грипп занимают около 93% всей инфекционной заболеваемости. Однако стоит помнить, что простудные заболевания и грипп, несмотря на кажущуюся общность клинических признаков, являются совершенно разными заболеваниями. Однако существует ошибочное представление о том, что простуда это и есть грипп. Грипп по праву можно назвать не респираторной, а системной инфекцией, так как она поражает не только дыхательную систему, но и все остальные системы организма. Грипп – это острое респираторное заболевание вирусной природы, которое сопровождается резким повышением температуры до 38-40 градусов, головной болью, болью в мышцах, болью в суставах, сухостью в носу и в носоглотке. Кашель и симптомы ринита, как правило, отсутствуют. Изредка наблюдается сухой напряженный кашель, отдающийся боли в грудине. Эти симптомы длятся, как правило, от 3 до 5 дней. Однако усталость организма остается еще на протяжении недели. При тяжелой форме гриппа температура повышается до 40,5-41 градуса. Возникают симптомы энцефалопатии, поражения головного мозга. Может возникать рвота, носовые кровотечения, галлюцинации, судороги. После тяжелой формы гриппа, как правило, организм теряет такое количество сил, что это стоит ему одного года жизни. Проблема гриппа состоит не столь в его симптомах, сколько в осложнениях после этого заболевания. К этим осложнениям относятся как прогрессирование хронических заболеваний, их усугубление, особенно заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания дыхательной системы, нервной системы. Вирус гриппа угнетает иммунитет, поэтому активизируются возбудители других заболеваний, появляются тяжелые пневмонии, тяжелые воспаления дыхательной системы. Частным осложнением являются титы у детей, которые протекают долго и тяжело. Также частным осложнением являются инфаркты и инсульты. К сожалению, иногда хронические заболевания ошибочно рассматриваются как противопоказания к прививкам против гриппа. Это представление некорректно, потому что люди, имеющие хронические заболевания, должны получить вакцинацию в первую очередь, дабы предотвратить осложнения, связанные с этими хроническими заболеваниями. Заболевание гриппом беременной женщины может привести не только к порокам развития плода, но и к выкидышам непроизвольным убортом. При вакцинации беременной женщины во втором-третьем триместре беременности она защищает не только свой организм и организм своего плода, но и организм новорожденного после первых шесть месяцев жизни, когда еще ребенку прививку делать нельзя. Прививку против гриппа ребенок получает по национальному календарю, начиная только с шести месяцев возраста. По этой причине беременные женщины прививаются против гриппа в первую очередь, как только поступает вакцина. При возникновении простудных заболеваний очень важно не заниматься самолечением. Привычные нам антибиотики и противовирусные средства неэффективны против вируса гриппа. Диагноз грипп ставится только на основании лабораторных анализов, по результатам которых врач выписывает специальные противогриппозные средства. С 1 октября этого года у нас уже началась вакцинация против гриппа. В этом году планируется привить почти 20 тысяч человек. Существует категория людей, которые прививаются за счет государства, так как они входят в группу повышенного риска заражения гриппом. Это в первую очередь дети, это беременные женщины, это пожилые лица старше 65 лет, лица с иммунодефицитами, лица с хроническими заболеваниями, также медицинские работники, работники образования и работники, обеспечивающие государственную безопасность. В состав вакцины входят три вируса, которые наиболее актуальны для текущего сезона, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Сегодня все желающие могут получить прививку в любой поликлинике района. Также будут организованы прививочные выездные бригады в школы и на предприятия района. Рекомендуется получить прививку заблаговременно, так как формирование иммунитета длится около трех недель. Постпрививочный иммунитет сохраняется в течение 6-12 месяцев, поэтому каждый год вакцинацию необходимо проводить заново. Благодаря вакцинации за прошлый год достигнуто следующее. Заболеваемость гриппом у нас в районе не регистрировалась. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди привитого населения занимала 4,5%, среди непривитого населения 21%. То есть привитые лица болели реже, чем непривитые, в 4,4 раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...